Привет, мои любимые стратегические жеужики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, главного жеужика планеты Земля, стратегического жеужика планеты Земля. Вы смотрите продолжение прохождения заинков Sid Meier's Civilization VI на последнем уровне сложности на божестве с челленджем отрастить самые большие города в мире. Но подробности в первой серии, переходите к ней, если вы случайно наткнулись на это видео, там, вот в прикрепленном комментарии, там все подробности, все узнаете. Для всех же остальных, приятного продолжения просмотра. Кстати, напомню, что все серии спонсоры моего канала видят в специальном плейлисте, собственно, тоже ссылка на него в прикрепленном комментарии, там все серии есть, можете смотреть и большое спасибо вам за поддержку. Давайте продолжим. Так, у нас губернаторы заняли свои должности, кроме того, мы зал для приемов построили, это значит, что в городах с губернаторами у нас теперь дофига жилья и довольства, поэтому тут надо все переключать на рост. Так, и у нас еще... Да, это я рейну, да, в чанчат, еще три хода она идет. Так, дальше в куска теперь кампус делаем на плюс три. Кахамарки, еще амбар. Да, ведь я тут жду возможности... А, так что ждать, уже все, уже прибыл. Прибыл Магнус, а, у меня денег нету, черт. Так, ну надо... Я думаю, что, блин, хочется Пингалу, конечно, прокачивать на науку, с одной стороны. Наверное, все-таки Пингалу, но я сильно отстаю, я считаю. Это очень серьезное отставание. Поэтому давайте исследователя. Здесь возьмем... Это плюс одна наука за каждого жителя, видите? Ну и библиотека еще плюс 15% добавляет. Так, здесь стоим, ждем. Здесь... А, блин, тут эти варвары чекуи-то атакуют. Не, ну надо постоять, полечиться пока беремой. Не должны вроде забирать с 29 силы. Так, тут тоже пока лечимся. Галерами. Блин, и тут надо клетку... Надо... Стоимость клеток у нас есть. Стоит. Вассалы на довольство стоят. Но у нас денег нет. Надо что-то попродавать. А что нам продать? У нас нечего продать. За лошадей что-то очень мало предлагают. Потому что у всех лошади есть. Понимаете? Одно золото в ход. А больше мне нечего. Блин, очень не хочется железо обрабатывать, честно вам скажу. Я вот думаю, что я все-таки ошибся у Ануку. Надо было вот сюда ставить. И вот здесь делать заповедники. Ну, напишите в комментариях. Собственно, как и тут ошибся, что не поставил кампус. Конечно. Так, искуска у нас вроде бегает. Один. Давайте посмотрим, может есть какие-нибудь еще, где много еды. Из кахомарки я тоже отправлял. Ну, тут только кахомарки. Ну, вот антовайлия, конечно. Маловато. Ладно, я, наверное, все-таки искуска отправлю. Я и хотел, я и строил его, чтобы искуска отправлять. Наверное, в Анаку или в Чанчан. Вот только вопрос. Наверное, в Анаку я отправлю. Что тут дорога и так уже есть. Так, это третий караван. Нам нужно четыре каравана. Где у нас четвертый может быть? Мне кажется, мне в кахомарке надо... Надо делать, конечно, коммерцию. Сюда, наверное. Опять же, вырубать. Опять же, эту клетку надо купить. А, тридцать шесть, слушайте, хватает. Вот это я, наверное, куплю. Блин. Ну, тут надо будет гавань сначала. Или все-таки... Блин, столько всяких вариантов. В общем, мне кажется, мне надо... Такие... Кампус. Здесь. Для начала. Слишком... Ну, очень хороший кампус просто. Получается. Так, здесь все сделано. Что этим рабочим тогда делать? Овец обрабатывать. Наверное, стоит обработать, да. Вроде не должны захватить рабочего. Ну, тут ждем. Тут нам надо... 56 денег. Ну, тут нечего обрабатывать. Не могу здесь ставить рудник. Потому что это ухудшит... Ухудшит престиж клетки. А больше тут обрабатывать пока нечего. Так что просто стоим, ждем. Мне нужны тоннели, конечно. Во-первых, мне вот тут нужен тоннель. Чтобы выход из этого был прямо сюда сразу. Понимаете? Оно так вот работает. Во-вторых, мне нужны тоннели отсюда. Вот тут нужен тоннель. И вот тут, получается. Ну, где-то здесь. Вот, чтобы полностью проходило. Так, а тут черепашек надо. Ванна, тоже пока пропускаю ход. Восторги, что они собрали руинку. Тут никто. Слава богу. Так, ну, тут реально я последний город поставлю. Надо еще решить. Ну, где-то как-то вот сюда поближе. Мне кажется, что куда-то сюда надо ставить. Как-то вот сюда. Надеюсь, Таруга Аншану. Там и Таруга Ци Шухуанди. И Корея, по-моему, с кем-то во... Нет. Ци Шухуанди воюет. Да, с кем-то. Ну, и Корея с кем-то воевала. То вот с этим. Какой-то неизвестный игрок, с которым они оба воюют у нас. Блин, подходит все-таки. Ладно, отойдем. Эту клетку нельзя обрабатывать, потому что у нас тут заповедник. Тут ничего не обрабатываем. Так, тут строим еще строители. Делаем вот это все. Врубать надо будет. Средневековые ярмарки отложим пока. В гильдии давайте два хода. Тут опять же ничего не делаем. Все еще тут лечимся. Тут ничего не делаем. Так, что у нас с Чикуит? А, прется сюда беремо. Ну, надо вылечиться здесь в Чикуита. Никуда не деться. Так, что я хочу? Так, с реликвией мне повезло. Но сейчас мне реликвию больше некуда девать. Да, деньги, золото. Чисто золото. Вера. Хрень, честно говоря. Так, возьму, наверное, перемещение по лесам, потому что я как-то холмов особо не вижу. Куда дальше? Ну, давайте пока Контерфорс. Мы, так как очень мало науки, то надо все ускорения использовать, пытаться. Только так мы можем поспевать за компьютером. Блин, он еще и этого сделал. Слушайте, меня тут Альянта и Таймбу могут и забрать, вообще-то. 20 сил. Шо мне не... Нет, ничего не грабит эта берема. Блин, тяжело. Тяжело. Заповедники, понимаете, вот заповедники, они как бы хороши, но по-хорошему они все-таки не сразу на вас работают. Так, еще что ли один варварский лагерь? О, блин, прям здесь. Латника дают. Кстати, было бы интересно, у меня денег нету вообще. Я бы латника, наверное, взял. Раз уж такое дело против этих латников. Так, ну и что этим рабочим делать? Я хочу овец обработать, но тут 5 зарядов, и мне явно это не дадут сделать. Поэтому я бы, наверное, пока сюда пошел. Так, и построив... Тут у нас плюс 4, тут плюс 3. Я думаю, имеет смысл уменьшать стоимость клеток. Наверное, вместо... Блин, ну клетки... Вообще, надо выкупить эту клетку и поставить карточку на соседство кампусов. Так, здесь уже камень... Камень бессмысленно немножко обрабатывать. Вообще, надо под магнусом вот это все вырубать. О, еще шелк. Так, раз еще шелк... Значит, я могу сделать... В столице я могу сделать предприятие на шелке и на янтаре. Давайте посмотрим, что дает. Значит, шелк дает плюс 20% культуры, а янтарь плюс 25% веры. В столице точно надо делать на шелке, потому что здесь будет... А, так, подождите, а янтарь... Блин. Значит, значит, на янтаре. Значит, на янтаре, потому что... В столице я только на янтаре могу сделать. Я не хочу янтарь отдавать кахомарке. А, с другой стороны, подождите. А я кахомарке ни на чем не могу... Может... Слушайте, может мне этот все-таки янтарь отдать кахомарке, и на нем предприятие сделать, а в куске на янтаре... Э, на шелке тогда. Мне кажется, это прикольно. Только надо еще рабочие... Тогда я тут не буду делать предприятие. Надо рабочих еще сделать. Мне кажется, так правильнее будет. Так, что мы будем... Ну, тут, конечно, гавань. Мы тут не будем... Так, не залочиваем. Мы тут не будем делать... Наверное, кампус надо сразу ставить. Не выделываясь. Заповедник... Заповедник буду... Просто напоминаю, если кто говорит, что вот тут поставить, заповедник нельзя с центром города рядом ставить. Поэтому я говорю, что ошибся. Надо было сюда город ставить, а тут где-то заповедник, скорее всего. А кампус уже, например, сюда. Да, был бы плюс два, а не плюс четыре. Но им хозаповедники дали бы больше. Ну, как сделал, так сделал. Давайте уже сюда кампус. Надо по науке догонять. Этим рабочим буду... Ну, я все вырубаю. Камень вырубаю и вот это все. Так, здесь все еще ждем денег. Пятьдесят шесть. Ну, можно постоять, подождать. И я хочу, значит, карточку, когда я смогу тут все вырубить. Так, тоже стоим, ждем. Этот берема куда-то ко мне туда плывет. Блин, а я мог... Наверное, берему лучше обстрелять. Ну, давай вот... А, ему только шесть надо. Ну, ладно, я приму шесть. Тебе нужно шесть лошадок. Почему тебе не дать? Так, знаменит образованность у своих жителей. Тут спрячемся и апнем против морских юнитов. Блин, разграбил. Рыбацкое судно. Поехали разбираться. Как он? Барсучий жир? А, три паруса. Барсучий жир это у нас тут. Барсучий коготь. Три паруса. Что-то вранье. По два паруса у них. Или того четыре. Кто-то в рот. Сюда хочу, да? Блин, вот латник будет больно город атаковать. Да, нам точно надо больше рабочих. Давайте еще рабочего. Как я и говорил, для... Для вырубки лесов и для создания вот сюда надо... Вот этим рабочим вот здесь сделаю тоннель. Так, вырубаем это место и ставим сюда кампус. Дальше этим вырубаем вот тут вокруг. Придется, к сожалению, лес вырубить, но я не думаю, что это повлияет на престиж вот этот. Главное, в этом месте промышленную площадь не поставить. Она снижает престиж. Так что тут вот надо будет, наверное, центр коммерции ставить. А сюда промышленную площадь. Тем более, что здесь... Нет, вот тут дамбу, наверное, надо будет сделать. А тут еще какой-то... Какой-то район. Так, камень мы тут собираем. Ускорять нам ничего не... Господи, а что немец ничего не собрал? Никакие эти... Так, райончик могу еще. Что со священным местом, кстати? Может сюда священное место на плюс 3? Или сюда? Ну, кстати, а почему плохо сюда плюс 3? Нормально. Тут мы не влияем на заповедники никак. И хорошие плюсы. Просто тут холм, понимаете, холм всегда хочется на что-то оставить. Так что давайте сюда. Я еще успею, интересно, вообще религию. Еще 3 религии вообще-то. Так, района сюда прибыла. Тут будут быстрее клетки сами присоединяться. Шелк, кстати. У них, по-моему, нечего и все еще купить. Редких ресурсов. Хорошо. Не, ну это не серьезное, конечно, предложение. Плюс 3 к счету. Ну, вроде... Вроде пока норм. Идем по золотому веку. Мне кажется, должны... Должны выйти. Ну, даже не в золотую, а в героическом должны. Галикарнас. Вот тут Буэнос-Айрес хорошо занимается. О, это вот с кем они воюют? Или это с другого континента прибыла? Да, с ней воюют. Что-то Катерина не очень полюбилась с соседем. Ага, Корея вообще не любит. Еще кто-то там дальше должен быть. Так, давайте сразу делегацию попробуем. Нет, не принимает. Так, просто вырубаем все тропические леса здесь. Хотя, опять же, вот здесь, возможно, и не надо. Тоже такое. Так, вот зато она лошадей хочет. Явно. Так. О, вот это я понимаю. Вот это торговля. 27 золота. Давайте мне лучше одно момент. Давайте 20 золота. А, нет, видите. Больше 14. Да, это 26-12. Вот так сделаем. И она хочет соль. То есть я хочу... Можно соль обменять на шелк как раз с ней. Отлично. Кайф. Так, у нас сейчас должно быть очень неплохо со счастьем. Ну, плюс 3. Я думал, будет больше. Одна, значит. Вот так делаем. Теперь вот тут можно просто телепортироваться, грубо говоря. Вот это читерная фигня, по-моему. То есть я бы тут что-то поправил. Но разработчики, видимо, решили, что такая телепортация в масло, извините, через горы. Это норм. Это норма. Так. Теперь операция... Предприятие на шелке. Оба. И вот этот янтарь передать кахомарке и тут сделать предприятие. Да, блин, когда же ты вылечишься? Сюда хочу. Обработка железа. Кстати, неплохо, потому что я все никак железо не мог обработать. Наконец-то я могу открыть спокойно железо. И я бы сразу арбалеты открыл. Так, пускорабочий. Что дальше я хочу? Амбар. Наверное, водяную мельницу. По-моему, там что-то можно... Да, строительство водяной... Ну... Вообще, конечно, в кахомарке лучше было бы. Блин, может, лучше пока рабочих делать. Мне бы еще террасы... Организовать... Побольше. Блин, сейчас еще хочу вспомнить. А террасы... Только на... На холмах? Да, только на холмах строятся. Ну, значит, вот тут, видите, можно террасу, да? Давайте, наверное, еще рабочих. Потом библиотеку добьем. Карточка стоит на плюс два действия. Стоимость покупки клеток. Кстати, вот стоимость покупки клеток... Блин, я опять гильдии слишком много открыл. Давайте... Давайте, наверное, теологию. Какие тут... Еще вот эту клетку хочу, наверное, выкупить. Ну, и, наверное, эту. И все. И, в принципе, карточка... А вот соседство для компусов уже надо ставить. Потому что у нас уже плюс три. Плюс четыре. Ну, пока два есть. А, да, два только. Тут строится. Но уже будет работать. Да, надо следующим ходом поставить... Вместо выкупа клеток... Чудеса везде строят. Зевса построили. 129 науки у Германии и 133 у Кореи. Ну, я на уровне Франции. Так, бонус, если со священного места... Тоже не на что мне этого пока ставить. Так. Значит, я хочу вот эту клетку с ракет и... А, эту сама выкупилась. Отлично. Так, могу интересно... Конем проатаковать не могу. Так, мы убьем тогда лук. Арбалет, точнее. Может, конем сюда встать, чтобы он меня атаковал. Или сюда. Ребятам кораблей, конечно. Накакалось. Последний мой город. Я думаю, больше нету смысла вообще ставить. Хотя здесь тоже можно. Почему? Вот тут нормально на этой... На этом озере. Так, а что ты стою скаутом? Надо бегать, исследовать. Продолжаю вырубать. Вот тут рядом с заповедником точно не нужны тропические. Я думаю, что и... Так, как нам тут престиж... Видите, и вот тут тоже. Вот это... Видите, клетки такие серые? Это из-за тропических лесов. Вот этот тропический лес, и этот влияет на эту клетку. И она такая среднего престижа получается. Так, теперь я хочу... Видимо, здесь сделать... Тоннель. И здесь. Но пока мы вырубаем тропические леса. Готово. И я бы, наверное, сразу заповедник ставил вот сюда. Так, что он тут не растет? Реально еды не ходит? Ну ладно, 18 ходов не умрет. Я думаю, как только мы рощу сделаем, тут вообще будет все зашибись. Так, а давайте я вот здесь сделаю еще тоннель. И вот сюда пойду террасу забабахаю. А что тут холл? А, тут холл. Видите, можно террасу. Но я не буду строить, понятно, что у нас для... Для районов оставлено. О, блин, а я уже убрал, да, карточку на покупку клеток? Ну, надо обработать черепаху. Блин, я мог... Я не заметил, что мог черепаху еще присоединить. Блин, я мискликнул. Опять, вот перемещение карты, конечно, в шестерке. Каждый раз меня это подбешивает. Давайте пока два хода то, два хода это. Чуть не забыл сменить... А, нет, не убрал, господи, это фу ты. Чуть не забыл сменить соседство для кампусов. О, 77-74. Вот, уже если чувствую поувереннее. Два классных кампуса. Три уже, точнее, три кампуса и уже круто. Блин, восемь ходов. Ну, зато прачник в вороках можно сделать. Это еще четыре очка. Кате, наверное, надо делать вот этого, например, разведчика апнуть. Сто тридцать пять стоит. Ну, следующим ходом. А что там, какие у него особенности? Усиленная дальнобойная атака. Плюс одна... А, два раза атаковать может. Ну, норм. Блин, тут арбалетчик. Давайте лучше в город спрячем. Уануку голодает. Но мне кажется, чтобы не сильно обидно жителям Уануку было без еды, пора этому видео лайкосик прожать. И написать какой-нибудь приятный комментарий для создателя. То бишь, для меня что-нибудь такое. Леха, какой ты классный чувак все-таки. Спасибо большое за поддержку. Супер, спасибо можно оставить. Спонсором канала стать. Все, сейчас в сложное время меня поддерживает, чтобы я делал эти видео. Я чувствую вашу любовь. Чувствую, что в это тяжелое время вам хочется именно мои видео смотреть. И благодаря этим донатам меня это вдохновляет тоже что-то делать. Потому что, знаете, иногда кажется, что какая-то бессмысленная херня, вот когда у тебя тут что-то за окном может произойти. Но нет. Благодаря вам я вдохновляюсь и продолжаю для вас. Спасибо. Реквизиты, куда можно задонатить, в описании, в прикрепленном комментарии. Становитесь спонсорами канала. Пишите комментарии, лайкосики. Ну и вот тут сейчас появлялись ссылки на мои социальные сети и на то, чтобы подписаться, если вы еще нет. Возвращаемся к партии. Я думаю, они переживут голод. Пойдем делать тоннель. И сюда тоже. Вот где в этом городе? Ну, в этом городе тут... Блин, наверное, надо сюда... Нет, вообще сюда хреново. Ну, я считаю, что заповедники должны на горы действовать. Понимаете? Ну, блин, сюда тоже странно. Ладно, я еще подумаю, в этом городе куда. Пока книгопечатание. Тут ждем возможности апнуться. Тут вырубаем на... И тут ставим центр коммерции. Центр коммерции не снижает престиж. Израил... Снижает? Вау, серьезно? Подождите. Ну вот, смотрите же, написано. Минус один. Промышленная зона военного лагеря, аэропорта или космопорта. Джунгли, болота или пойма реки. Разграбленная клетка. Заседние ругни, каменоломню. Я не понял, почему сейчас в минус один встал. Что за фигня, честно говоря? Я понимаю, я убрал лес. Но когда я убрал лес, оно не уменьшилось. Уменьшилось именно тогда, когда я центр коммерции сюда поставил. Нет, блин, какая-то странная. Что-то не то здесь. Может, пока он... Ну, давайте, ладно, я подержу пока в разработке. Может, пока он строится, это снижает? Блин, ну вообще могли бы писать хоть как-то, что дает минус, а что дает плюс. Ладно, продолжу, но это... Это какая-то подстава от игры. Вообще-то. Сейчас посмотрим, как следующим ходом, когда построится... Центр коммерции, что там будет. Ну, я недоволен очень сильно. Так, тут янтарь надо производство для кахомарки сделать. Отступаем. Пока-то я специально туда ставил коня, чтобы латник его проатаковал. Берема убилась от меня, да? Ну, тут отступаю. Там есть стреляющие, тут надо большим количеством подходить, чтобы уверенно атаковать. Так, священное место есть. Сколько у нас их религий? Еще 4 из 7. И вроде больше никто. Но я думаю, надо молитвы в священном месте организовать. Пророка быстрее получить. Строитель вкуска. Могу театралочку. Слушайте, ну давайте... Вот, слушайте, я вот сейчас сохранюсь. Я просто хочу бахнуть сюда театралку. Чисто посмотреть, как это повлияет. Я загружусь потом все равно, потому что я не хочу сейчас театралку строить. Так, сохранился. И хочу посмотреть, если я ставлю сюда театральную площадь. Снизит ли это тут... Да, сниз... Нет, не снизило. В общем, ребят, еще раз перечитал про престиж. У меня только одно приходит на ум, что, видимо, все-таки повлияла вырубка леса здесь. И просто пересчитался здесь престиж, когда я район сюда поставил. Так что, видимо, все-таки я зря лес вырубал. Ну, как зря? Мне ромашку все равно здесь надо ставить. От этого никуда не деться. Просто, видите, я думал, что отсутствие леса не так сильно будет влиять. Ну, что поделать? Ладно. Что поделать? Действуем пока исходя из того, что у нас есть. Так. Что нам дальше? Какие тут еще нам районы можно построить? Наверное, пока библиотеку просто построю. Так, право я пока отложил. Может, наемников открыть? Я не буду тут восемь наземных строить. Заодно поставлю карточку и апну лучников в арбалеты. Так, хорошее отношение с... А, вот Катя Берема. Хорошее отношение с Францией, но что-то мне не хочется с ней другу заключить, потому что у нее плохие отношения со всеми другими. Так, у Кахамарки отличный. Ну, в общем, я уже в золотой век, точнее, в героический выхожу. Вот сейчас я... Может, я пока не апать, тогда я подожду карточку на наемнике, ну, чтобы дешевле это все было. Я уже точно в золотом веке. Ну, и плюс вообще можно даже отложить ап в уникальный юнит, чтобы... Так, во-первых, вот здесь мы... Я еще вспомнил, что я здесь могу террасу сделать, а потом уже этот... Или как его... Тоннель. Ну, или как он тут называется... Капахньян. Капахньян, да. Тут террасу, сюда террасу надо идти делать. Тут терраса вообще офигительная, смотрите. Пять пищи. Охренеть. Что-то как-то все очень сахарно, да? для инков. Имхо. Камешек, наверное, надо собрать. Так, тут лечимся. библиотека библиотека вкушка. Священное место. Ну, вот тут плюс два. Я могу и священное место поставить. И театралку. Но мне... Ну, слушайте, я хотел сказать, что я и культуру, но я и веру получаю дофига. Ну, может, пока тогда никакой район и не ставить. Я ж могу еще и промышленную зону сюда потом сделать. Тогда, может, давайте пока амбар. Рынок. У вас там есть цивик, который двумя рынками надо будет ускорить. что здесь? Кстати, а что тут с кампусом? Конечно, вопрос, кампус ставить или... или пригород, или этот, или заповедник. Блин. Может, пока центр коммерции типа пока не знает, что делать, ставь центр коммерции. Тут холм. Блин, тут холм. Я бы лучше вот сюда поставил. Это сюда идти надо сначала. Ладно, я хочу, не знаю, я вот хочу тут через заповедники играть тотально. Единственное место для заповедника в этом городе реально нормально. Это только здесь. Поэтому покупаю клетку, ставлю заповедник. Я вырублю здесь вот эти тропические леса и, соответственно, повысится. Только дело в том, что вот эти клетки надо тоже выкупить, чтобы они на газгаргаму не перешли. ланцерые крысы. О, три паруса лавенту основал. Отлично. Причем он под моим влиянием. А лавента там позволяет большие головы что ли строить? Да, гигантский головы, две единицы. Ну, вообще у нас вера и так с заповедников дофига. набили пророка. Иначе мы так быстро его, кстати, один раз почитали и все. Потому что производства дофига. основываем религию. Так, кому у нас там коров не было у инков? Кому они черепахам, наверное, поклонялись? Сходил, погуглил. В общем, инки верили в то, что первостепенным небесным объектом считается Млечный Путь. Они его называли Майю или Майю в переводе река. Назову религию Майю и тогда вот так вот. Блин. Заново надо писать. На котором или вблизи которого расположены все более мелкие значимые объекты. Положение Майю в период, когда в результате вращения земли ось Млечного Пути максимально отклоняется в ту или другую сторону от линии север-юг отмечают границы, членящие мир на четыре сектора. На земле примерно под тем же углом пересекаются две центральные улицы селения и продолжающие их дороги и оросительные каналы. Ведь они даже дороги прокладывали по тому, как Млечный Путь отклоняется. Так, ну тут интересно. И религиозные сообщества, и трудовая дисциплина. Религии утрают. Ну, что-то не особо интересно. Довольство сгорода. Ну, давайте, может, трудовую дисциплину тогда хоть будет в тему строить еще эти священные места. Так, защитник веры, крестовый поход. Мне кажется, это неинтересно. Я бы взял межкультурный диалог, науку за каждые четырех последователей. Все, основание религии это уже выход в героический век, так что не апаем пока наши уникальные юниты. Тут передаем эту клетку кахомарке и, соответственно, делаем предприятие. Значит, нам в кахомарке нужно священное место. Это значит, что мы здесь не будем делать террасу, а поставим хотя вот тут есть плюс три. А, здесь нельзя. У нас влияния не хочу. Не хочу. Блин, так я и тут тогда боюсь лес вырубать. Надо подумать будет еще где там священочку ставить. Так, тут сначала террасу. здесь стоим ждем апгрейда. Вырубаем напинать тропические леса снижают престиж, поэтому их нам надо все вырубать рядом с с этими заповедниками. амбар вкушка растет. Монумент веденная мельница. не знаю, тут как бы и так нормально, да, растут границы. Священное место на плюс два. или театралка или промышленная зона потом. Блин, ну промышленная зона будет на эту клетку влиять. Явно промышленную зону не здесь. Промышленную зону надо будет вот здесь ставить в куску. Надо отметить. блин, ну не знаю, хочется священочку все-таки бахнуть почему-то, чтобы поклонялись Млечному Пути наши братья Инки. Клан Серый Крысовый Господи, сколько Буэнос-Айреса Латников просто обалдеть. Так, ну нам нужен нам нужно святилище и что будем покупать миссионеров распространять. Странно, почему компьютеры как-то не особо за религией. Все-таки зависит от религиозности тех цивилизаций, с которыми с которыми ты играешь. Ну тут не особо они религиозные. Видите, по-моему, даже все встреченные мной никто не основал религию. Нет, Франция все-таки основала и все. Зато на том континенте три штуки. Блин, уже 109 науки. Тут ставим карточку, чтобы апнуть юниты. Пока вассалов уберем. так, по-моему, нет, надо проверить, что больше нету. Берем варварских. Так, делаем. Ну я, наверное, сюда поставлю, чтобы вот на эти две клетки можно было выходить. Вот это, конечно, неудачно. По-моему, они могут захватить мне рабочего. Наверное, зря сделал здесь. Ну, они только сюда могут зайти, но они разграбят, судя по всему, и террасу, и кампус. Так, вот я, наверное, в Чан-Чан надо отправить, чтобы дорога была проложена. Ладно, давайте тут пойду вырубать все, пока. могут вообще скаута мне ата-тать. Блин, тут уже много куда хочется отправить послов, но пока нету ни фабрик, ни универов, ни храмов. я думаю, что просто побережем сначала. Так, еще надо посмотреть, ни Наска, ни Лавента неинтересны в плане союзника, и тут у нас шедевров тоже нету. А второго надо много. Второго, кстати, прикольно, 5% дает к науке за каждый, по-моему, доступный вид стратегических. Ну, у меня только лошади, поэтому было просто плюс 5%, но слишком много послов туда надо. Так, божественное право, гильдии. Вот гильдии следующим ходом ускорятся, да? Собственно, и 4 торговых пути я смогу сделать. Ладно, наверное, божественное право тогда откроем, потому что храмы, тем более 2 храма еще не скоро. Так, 5 ходов, но я уже в героической эпохе. Нормально. Вот это у нас одна проблема, у меня тут есть барсучий коготь, как-то надо обрезать. Тут у меня так лучше. Монархию пока не будем принимать. Я имею в виду соседства центра коммерции, так, тут я подумаю. Ну, надо будет поставить бонус от соседства центра коммерции, потому что когда в героический век выйдем. Конечно же. Так, тут все достроили, присоединили эти клетки. Строим рощу, и тут надо вот это вот все убирать. Этот тропический лес, и этот тропический. так, дополнительный караван. Здесь покупаем миссионеров. Очень много у меня сейчас веры, так что, я думаю, не жалеем. А караван... вообще надо наверное в Чекуито отправлять. Добегает из куска Чекуито. Да, добегает. Надо из куска в Чекуито, я думаю, 150. Следующим ходом купим. Надо, надо, надо все-таки губеров новых. И я бы наверное чан-чан в лентай тайм у кого-то надо посадить. Я бы наверное мокшу пока надо знать. Блин, хотя, ну ладно, я уже взял его. Он отсюда не очень как бы влиять будет. Я бы в другую сторону его куда-нибудь посадить. Так, а тут я торговца на самом деле построю. Давайте я построю торговца один под. И пока никуда не отправляем. Или они не могут сюда зайти пока я тут стою. Фиг знает короче. Ну тут я конечно немножко сглубил. Сейчас когда я ушел рабочий начали захватить не могут рабочего. Но я уверен, что они будут сейчас приходить туда. Так, тут я решил священное место строить. тут мы как раз вырубаем. Тут я поставлю террасу. Давайте храм. Не помешает. Тут пожалуй фермы можно сделать треугольничком. Отправляем берему на плавание исследования территории. Так, хочу я этого привел сюда. Давайте коровок обработаем. Так, это мы ускорим. Реформацию можно пока открыть и дипломатическую службу можно открыть. Опять дипломатическую службу. Так, здесь пока картография. у меня только одна гавань пока? Вальян Тайтаймбу я не сделал гавань. Понял. Так, ну тут наверное скидка на улучшение золоте можно тоже поменять. Вот этого я могу апнуть. Могу, но у меня железа нет и вряд ли мне кто-то железо продаст. Давайте глянем по быстрым сделкам. стратегические стратегические ресурсы железо. Не, вообще никто не продает лошадей за 4 вход. Ну, такое. Не хочу. Так, а редкие ресурсы нету. Ну, тогда я не буду апгрейдить одного мечника. что-то не особо надо мне сейчас прямо, чтобы вассалов вернем. Нету, господи, уже каравеллы. Нет, такой классный скаут был. Куско крупнейший город вашей. вот видите, растут, растут. Куско уже 15 жителей. 68 ход, 15 жителей, по-моему, мощно. Так, вот сюда террасу. Ну, вот, кстати, о чем я и говорил. так, наверное, сюда тогда коника переброшу этой фигней заниматься. здесь вырубаем лес, здесь вырубаем, сделаю здесь тоннель, но сначала, мне кажется, или с следующим ходом сделаем, наверное, с следующим ходом, заодно посмотрим, будет ли работать сюда заповедники. Ну, вообще, видите, тут я сделал тоннель, и тут метки есть, то есть, очевидно, я могу обрабатывать. Да, могу обрабатывать, так что все будет работать. Вообще, какой-то даже из кахомарки добегает, но я искуско отправлю. Не, все-таки мощно растут города у инков. Просто вообще, что вообще в Китай идти обращать. У Китая же нету религии, там религия у француза. Так что пойдем, у меня дофига просто веры. Я думаю, что имеет смысл комиссионерами, потому что там явно еще не обращено. Давайте посмотрим. Неизвестный игрок, но Франция 21 город вообще-то. Буддизм это французское, да? Да, уже видите, буддизм виден у корейца. Так, идем в другую сторону. Странно, буддизм обращен в Корее, а у них плохие отношения почему-то между собой. кускосвященное место. Ну, давайте святилище с храмом построим. Тут храм готов. Какие у нас районы еще? центр коммерции тут не нужен. Театралка. Дипломатический квартал. Тоже, кстати, вариант между прочим. Мне кажется, имеет смысл дипломатически поставить сначала библиотеку. Торговец есть. Тоже все это можно. Я бы дамбу поставил на всякий случай. Точнее, не на всякий, а конкретно у нас будет промышленная зона вот здесь. и дамба. Просто не хочу, чтобы уже разливы еще были. Шесть ходов нормально строится. процентов производства к союзнику постоянное посольство открывается. Ну, я пока, наверное, я пока, наверное, не буду ничего менять. Мне нужно здесь театралка двор к жилью с тремя и более районами. Тоже, наверное, пока не буду. Мне надо какую-то более крутую эту открытию в шесть городов. Ну, вот, наверное, теократию открою, потом, возможно, в торговую стену, что у меня тут теократия важнее. Так, уходим. тут, смотрим, смотрим, как сейчас с престижем. О! Видите, вот тут вырубить вот эти тропические леса и все, и тут вообще будет нормальный. точнее, тут уже следующим ходом вот тут все будет потрясающе и тут тоже будет потрясающе, потому что плюс один дает. А, подожди, или это заповедник плюс один дает. Да, а сама роща, наверное, нет. Да, сама роща нет. Хорошо, почему вот здесь не дотягивает тогда на этой клетке. короче, мне точно эфелева башня нужна прям сто процентов. Кстати, где она? Встали варенье. Далековато. Ладно, давайте водяную мельницу уже откроем. Вообще, мне бы ученичество. Давайте лучше ученичество. Я хрен знаю, где три рудника построил и когда Виктора Вуануку просто чтобы работало это зал для приемов. Поэтому я в первую очередь рассаживаю губернаторов, а не прокачиваю их. обращаем Китай. Сколько у нас? Два хода до следующей эпохи. Но я думаю, что в следующую эпоху мы уже войдем в следующей серии. Так интереснее будет. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Надеюсь, напишите комментарий, какой-нибудь лайкосик прожмете. На этом все. Играйте в умные игры. Надеюсь, вы со мной тоже проходите, потому что я тут вижу, сколько я ошибок делаю. То есть я уже вижу, где можно было лучше сделать. Возможно, кто-то сначала посмотрит мое прохождение, потом сам по-другому расставит города. Но опять же, тут важно, на каком ходу вы победите, и какой у вас самый большой город в этот момент будет. Будем сравнивать. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем покеда. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.